Президент Алан Гоглоев провел встречу с ректором Северокавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым. По встрече приняли участие глава администрации президента Алан Жуоев и ректор Югостинского госуниверситета Вадим Тедеев. Алан Гоглоев во время приветственной речи отметил, что СКФУ является одним из стратегических и надежных партнеров нашего единственного вуза. «Народ Южной Осетии рад своим гостям. Мы тоже находим время, чтобы поприветствовать, поблагодарить и обсудить те моменты, которые требуют ее обсуждения и решения». Как отметил Дмитрий Беспалов, был реализован ряд знаковых научно-образовательных, творческих и просветительских проектов. Он проинформировал президента о работе СКФУ на территории Республики Южная Осетия. «Самая хорошая, партнерская, надежная работа выстраивается с Югостинским государственным университетом. С 2015 года совместно коллективами университетов было реализовано три исследовательских проекта, которые были поддержаны и Российским фондом фундаментальных исследований, и Министерством науки, и образования Республики Южной Осетии. Я считаю, что три значимых исследовательских проектов. Один из них был как раз посвящен проблемам интеграции образовательных пространств наших государств. Второй проект был посвящен исследованию девиантного поведения несовершеннолетних в республике. И третий был посвящен как раз вопросам продовольственной безопасности на примере как раз Республики Южная Осетия». Дмитрий Беспалов также отметил совместную работу ученых по реализации трех исследовательских проектов, а также научно-практические конференции, более 30 совместных научных публикаций, совместные монографии и недавно созданную совместную международную научно-исследовательскую лабораторию. По словам Вадима Тиреева, совместная работа началась и в 2013 году и оказалась очень плодотворной. «Наш университет уделяет повышенное внимание и заключив договоры с такими ведущими вузами РФ, как Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Баумана, Российский университет дружбы народов, Юридическая академия имени Кутафина. То есть список состоит из более чем 50 университетов. И со всеми ими у нас тесные взаимоотношения рабочие, но максимально эффективными взаимоотношениями можно назвать в первую очередь наше сотрудничество именно с Северо-Кавказским федеральным университетом». Также была создана совместная международная научно-исследовательская лаборатория. «У нас функционирует медико-биологическая лаборатория. И чтобы эта лаборатория начала функционировать максимально, потому что задачи, которые может эта лаборатория выполнять, они разнообразные. Это и забор крови в плане проведения научных исследований по этому важному направлению. И здесь мы также обратились с помощью к руководству Северо-Кавказского федерального университета. Приезжала специальная группа научных сотрудников, которые осмотрели оборудование. Оборудование в порядке, и нам надо теперь уже сделать все возможное, чтобы сотрудники этой лаборатории начали видавать научный продукт уже на более высоком уровне». Также президенту было доложено, что с 22 по 24 сентября на базе Югостинского государственного университета пройдет молодежный форум с участием студентов СКФО и профессорско-преподавательского состава. Главу государства пригласили выступить на форуме с приветственной речью. Лена Газаева, Регина Черткоева, Олимпи Тейв, Ринат Медоев. Информационный выпуск «Сегодня».